Продолжение следует... Александр, с бутылочкой надо обязательно. Доклад Екатерины Лизуновой о налоговом будни города будущего. Катя, пожалуйста. Добрый день, коллеги. У нас состав поменялся, маленькая аудитория. Я обновлю понимание наше. Поднимите руки, кто IT-специалисты и кто юристы. Примерно соотношение такое же. Просто Дмитрий анонсировал перед антрактом мое выступление. Я теперь как-то обязана бомбически рассказать такую скучную тему, как налоги. Я это постараюсь сделать. Самый страшный кошмар любого спикера – это говорить какие-то очевидные вещи. Возможно, для моих коллег-юристов они, может быть, будут очевидными. Я надеюсь, что нет. Но в любом случае практическую полезность информации, которую я хочу с вами сегодня поделиться, она направлена на IT-компании и специалистов, которые работают в этой сфере. Наверное, даже на руководителей в большей степени. Потому что принятие определенных управленческих решений в правильной последовательности, в правильные моменты и хорошего качества, она, собственно, обеспечивает успех любого мероприятия, в том числе такого интересного и многообещающего, как информационной технологии. Ну, значит, выступление мое выстроим. Я сначала расскажу про особенности налогообложения IT-компании, и потом расскажу про нашего большого брата, который следит за нами. И если мы успеем, то про налоговые проверки немножечко тоже пробежимся. Ну, в российской налоговой системе, думаю, все знаете, какие налоги присутствуют, какие системы есть и так далее. То есть я вас этим грузить не буду. Вот, расскажу про некоторые налоговые льготы, которые существуют именно специально для компаний, специализирующихся в сфере информационных технологий. Ну, прежде всего, конечно, это налог на добавленную стоимость. Мы все знаем, что операции по реализации исключительных прав на изобретение полезной модели, базы данных и так далее. Вот вы видите здесь перечень, освобождены от налогообложения. Ну, как бы, и на этом не все, потому что есть но. Если ваша компания осуществляет операции, которые облагаются и не облагаются НДС, а, как правило, это чаще да, чем нет, то вы должны вести раздельный учет. Если раздельный учет вашей компании не налажен, операции, ну, бухгалтер, может быть, не знает об этом, либо, может быть, она или он неправильно квалифицирует те операции, которые в компании идут, как освобождаемые от НДС, то можно при первом же мероприятии налогового контроля иметь определенные неприятные последствия в виде доначисления. Поэтому вот к этому надо внимательно относиться. Что касается налога на прибыль, то, значит, при определении налоговой базы законодатель разрешил исключить изобретения полезной модели, промышленные образцы и так далее, которые созданы в ходе реализации госконтракта и были переданы исполнителю для того, чтобы что-то сделать по этому контракту. Эта ситуация такая достаточно специфичная, но наверняка в аудитории нашей есть те, кто и по госконтрактам что-то делает. Это, может быть, информация казаться полезной. Одна из самых обсуждаемых, так скажем, льгот для IT-компании – это отмена амортизации на электронную вычислительную технику. Сразу вот, когда я готовила эту тему, бросила из глаза, по моему мнению, что налоговый кодекс немножко в терминологии отстает от сегодняшнего дня. И когда читаешь, там электронная вычислительная техника, там ЭВМ, что-то, вот как-то уже мы эти слова не употребляем, а там они есть. И опять же, вот тонкости терминологии в такой точной науке, как налоговое право, нужно очень внимательно отслеживать. Значит, для российских организаций, которые осуществляют разработку, реализацию того, что вы видите на экране, можно амортизацию не начислять, а электронную вычислительную технику сразу списывать и ставить себе на расходы. Сразу скажу, это льгота, наверное, для больших компаний, потому что маленьким это может быть просто неинтересно. Значит, кто сюда не попадает – индивидуальный предприниматель или иностранная организация, поскольку законодатель четко указал субъекты российской организации. Для применения этой льготы необходимо иметь государственную аккредитацию в Минкомсвязи. Доля доходов в сфере IT должна быть не менее 90%. Причем здесь такая оговорка интересная, что эти доходы должны на 70% формироваться от иностранных заказчиков. Интересно. И среднесписочная численность работников должна быть не менее 50 человек. То есть достаточно громко обсуждаемая льгота, но на самом деле узкоприменимая. Но она есть. По поводу страховых взносов. Это, пожалуй, самая популярная льгота для IT-компаний. Их там три категории. Я сейчас их все покажу. Кто их может применять? Первое – это организации, созданные по 127-му закону. Это малые инновационные предприятия, которые при ВУЗах. Значит, они при разработке программ для ЭВМ, баз данных, изобретений и так далее, могут применять уменьшенные ставки в 2017-2019 годах. Возможно, потом законодатель также продлит, как в третьем случае. Мы сейчас к этому перейдем. А может быть, нет. Для наглядности, сколько всего мы платим пенсионных взносов, обязательное медицинское страхование и социальное страхование, желтеньким – это льготные цифры, красным – это в общем порядке. Грубо говоря, если там обязательное пенсионное страхование в общем порядке, это 22% от базы, когда мы выплачиваем физическим лицам вознаграждение, то при применении льготы, например, в 2017 году эта цифра составит всего лишь 8. Ну и составляла. Будет 13. Здесь для юристов интересная информация. Условия применения этой нормы заключаются в том, что исключительные права должны принадлежать участникам, либо учредителям, собственно, налогоплательщика. Ну, как-то здесь акционеры выпали. Не знаю, специально ли был на это умысел законодатель, но, скорее всего, вряд ли. Почему? Потому что у нас по корпоративному праву, по законодательству в акционерных обществах, акционеры могут появиться позже. То есть учредители создали компанию, передали свои акции, ну и как бы вот и все. Они остаются учредителями, но они, собственно, к компании отношения уже никакого не имеют. А условия продолжают работать, и если там полностью, допустим, обновился состав акционеров в таком обществе, то мы не сможем применять льготы по страховым взносам. Ну, поскольку мы говорим о малых инновационных предприятиях, наверное, акционерное общество, ну, я не видела ни разу, по крайней мере, может быть, кто-то видел, поделитесь, в основном это ОООшки. Значит, ну и дальше вот еще какие условия, да, для того, чтобы применять УСН. Этим не могут пользоваться предприниматели, хозяйственные товарищи, кооперативы, в ГУП и МУПы. Ну, их в этой категории МИПа, в принципе, быть и не может, наверное. Дальше страховые взносы. Специальная есть взноска в законе на тех, кто, ну, там, живет, работает в различных особоэкономических зонах, технико-энергенического, промышленного типа. Вот они, собственно, тоже могут пользоваться этим инструментом. И, ну, самая известная льгота по страховым именно взносам, которую недавно президент продлил до 2023 года, ну, достаточно такая радикальная мера, и она, по мнению правительства нашего, так хорошо поддерживает эти бизнес-миллиарды. Пошли в бюджет после этого, как пишут СМИ. Но льгота такая, то есть, либо вы платите 30% взносов с выплачиваемых вознаграждений, либо, сколько там, 14, ну, в два раза считаете. Это достаточно серьезная поддержка со стороны государства, направленная именно на российские организации, которые вот занимаются тем, что указано. Вот, хотя вот здесь тоже терминология такая интересная, то есть, может, кто-то объяснит потом, когда будем дискутировать. Вот, вот, есть разработка и реализация, да, программ, а есть оказание услуг по разработке программ. Вот это одно и то же или нет? Вот, а налоговый кодекс почему-то разделяет, ну, практики я по этому поводу не нашла. Ну, в общем, как бы, суть-то, ты что-то создаешь и передаешь. Можно разным называть, ну, как бы вот так. Ну, и что, по мнению экспертов, ограничивать действие этой нормы возможно, это то, что прибыль от реализации продукции должна быть именно прибылью от реализации именно своей продукции. То есть, если что-то перепродаешь, то нельзя пользоваться. Вот, ну, вот знаменитый налог на Google. Начинается 1 января 2017 года. Введена в действие статья 174.2 налогового кодекса, согласно которой у нас все электронные услуги, которые оказываются иностранными компаниями, посредством интернета, российским пользователям, стали объектом вложения НДС. Ну, сразу скажу, почему это возникло. У нас по налоговому законодательству российскому, если резидент, ну, то есть российская организация, там, налогоплательщик, российский налогоплательщик что-то реализует, то это облагается НДС. Ну, за какими-то исключениями. А когда иностранцы что-то реализуют, то там у них такие поблажки достаточно серьезные, что касается электронных услуг. Сейчас для них специально это разработали, их в правах, в общем-то, уравняли. Вот, и это такая позитивная статья. Это не мы придумали, это мировая практика. Мы к этому пришли наконец-то. Что у нас еще примечательное, это то, что этот налог распространяется не только, кто непосредственно осуществляет реализацию, но и даже на тех, кто работает через посредников. Мы сегодня с коллегами обсуждали матрешек, когда создается несколько контрагентов, цепочка вроде как бы, типа, я же не продаю, я только вот по агентскому договору. Для них специально прописали, вот чтобы они этот налог платили тоже. Что примечательно еще в этой статье, это что налоговый кодекс указывает, дает определение услуги в электронной форме. Это впервые произошло в налоговом законодательстве. Вот она перед вами. И здесь тоже интересно. Законодатель сказал, что эта услуга оказана через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе интернет. То есть вопрос, значит, есть еще какие-то сети, я рассуждаю как юрист, и на самом деле они есть. Ну и те, кто IT-специалисты, это знают, их в принципе много, они достаточно очевидны. Но я думаю, что бухгалтеру в организации это может быть не очевидно. И на это нужно обратить внимание. Потому что, ну если там по какой-то внутренней сети что-то реализуем, там в холдинге в большом, наверное, или там где-то в региональной, какой-то государственной системе информационной, то тоже может быть. Значит, и также налог на Google не относится к услугам по реализации товаров через интернет, то есть там посылочки туда приходят, когда программки продаются на материальных носителях, там, не знаю, диски в магазине какие-то купили, если их сейчас еще кто-то покупает. Оказание консультационных услуг по электронной почте, вот это мне, честно, не совсем понятно, что это такое. И оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет. Ну, в общем-то, все просто. Пользуйтесь на здоровье, платите налоги. Для того, чтобы иностранная организация могла в России платить налоги, для нее организован специальный сервер налоговой службы, сервис, извиняюсь, и где они регистрируются и, собственно, пользуются тем, что им этот сервис предоставляет. Они сдают декларации в определенный положенный период и так далее. Уже на сегодняшний день больше 130 компаний в реестре вот этих иностранных организаций значатся. В общем, практически все туда перешли, ну, все это делают. Проблем тут особых нет. Практики какой-то такой сенсационной, налоговой судебной тоже еще пока нет. Значит, перейдем к, я уже сказала, большому брату, который за нами следит. И на самом деле, вот в сентябре Мишустин выступал с докладом, ну, что-то у них там какое-то было большое мероприятие. И, в общем-то, в СМИ писали, что, наверное, на сегодняшний день именно этот человек заслуживает какой-то большой премии в сфере достижений прорыва в области IT, потому что в его службе, ну, там просто на шаг вперед. У меня слайд был назван «Цифровое будущее налогового администрирования». Это, на самом деле, все, что я сейчас расскажу, это настоящее. Что нас ждет завтра, ну, я даже не врезаю. Ну, можно, конечно, себе представить, но, в общем, на сегодняшний день на сайте ФНС 50 электронных интерактивных сервисов для различных категорий налогоплательщиков, 88 миллионов за год было в 2015 году пользователей, только за половину 2017 года таких пользователей уже 70 миллионов. То есть, ну, в геометрической прогрессии растет статистика сайтов ФНС. Около 8 миллионов запросов в месяц. Это было на 2016 год, сейчас, наверное, уже больше. Значит, что там такого волшебного, да? Ну, я по основным пройдусь. Это сейчас, значит, налоговая, создала налоговая служба. Большую информационную систему, на самом деле, давно уже разрабатывалась, создавалась, она из многих частей сложена. Но вот в марте 2016 года было утверждено положение об автоматизированной информационной системе ФНС, которая заключается в автоматизации всех процессов, касаемые уплаты налогов, контроль за налогоплательщиков и так далее. То есть, это такой собирательный образ, эта система, она состоит из многих сервисов. Функциональный блок 1, учет и регистрация налогоплательщиков уже готовы, имущественные налоги физических лиц тоже, и вот в разработке еще функции налогового администрирования налогоплательщиков. Вот насущная проблема не только специалистов Север-ИТ, но в принципе всех, кто что-то реализует, это цепочка контрагентов и операций с НДС. Для того, чтобы исключить различные недобросовестные действия со стороны налогоплательщиков по неуплате налогов, по неуплате НДС, налоговая у себя внедрила такую систему, внутри которой видно все, что ты делаешь, все, что ты покупаешь, продаешь, почем купил, почем продал, где кому передал. И вот эта система, она работает в режиме АСК НДС-2 реального времени, счета фактуры сопоставляются, и если на, допустим, вот девушка симпатичная в очках, вот она что-то купила там на заводе, например, там, ну, пластмассу какую-то, чтобы сделать клавиатуру, ну, для конечного, да, потребителя, производителя. Вот, она продала ее следующему, а тот, как бы, какой-то был серый, и у него купил какой-то черный, который купил на самом деле не у него, а где-то плохой, да, плохой юрист. Вот, и здесь цепочка вот этого НДС-а, косвенного налога, который начисляется на реализацию, она прервалась, а дальше вот этот несчастный, рыженький мальчик, он, собственно говоря, попал, потому что он купил непонятно у кого, и налоговый-то теперь это видит, и этот несчастный молодой человек, он не может задним числом подписать, что-то фактуры, и подать там уточненки, и что-то там как бы, потому что уже вот как, ну, уточненки, наверное, еще пока можно в пределах трех лет, но уже сложно, и мы своим клиентам это делать крайне не рекомендуем. Вот, то есть сведения из отчетности налогоплательщика автоматически сопоставляются с данными о поставщиков и покупателей, и расхождение бывает двух видов, типа НДС, это оба контрагента отразили сделки, но информация не пошла. Ну, кто-то там продал за 100 рублей, купил за 1000, ну, как-то вот. А расхождение типа разрыва, это если контрагент не отчитался или нулевку сдал, а ты вроде как у него купил. Ну, это все решается в рамках подготовки к налогопроверке и сопровождению, но с сведением этого сервиса стало очень сложно. Далее сервис онлайн-кассы, ну, вы все про них слышали, я две минуты еще займу, то есть так же все в режиме реального времени отслеживается, весь товаропоток, суммы там операций и так далее. И на самом деле это не так уж плохо, хотя, ну, можно сказать, всю розничную торговлю, услуги и так далее вывели из тьмы. Вот, малый бизнес тонет, за них уполномоченные заступаются, вроде как говорят, что нельзя душить бизнес на корню, но тем не менее, на сегодняшний день это нормально для всего мира, и к этому просто надо, с этим надо смириться и жить. Вот сервисы, которые налоговая предлагает для налогоплательщиков, также маркировка товаров, сейчас у нас там только лекарства и меховые изделия участвуют, это еще в форме эксперимента идет, но мы придем к тому, что, вот как говорили, там интернет вещей и так далее, это вот все движение туда, это вот все к будущему, да. Реестр населения и ЗАГС это то, чем мы частично уже пользуемся, когда, ну, там, в системе госуслуг ты один раз забил данные, там, паспорты, и они там всегда. Вот, и так же автоматически все это вот заносится, и это будет развиваться система. Система межведомственного электронного взаимодействия, ну, тоже мы все знаем, что это такое, не буду углубляться. Личный кабинет, ну, многие, почти, наверное, все видели и знают, что это, вот, ну, и вот они даже сейчас налоговая сделала мобильное предложение для телефонов, ну, прям, удобно этим пользоваться, прикольно. Значит, что касается налоговых проверок, ну, я, кратся, одна минута, там немного. Рецепт от налоговой проверки один, иметь юриста, не забритать, причем налогового юриста. Их в Томске немного, но они есть. Что самый минимум, который нужен для того, чтобы, ну, собственно, вы себя хорошо чувствовали, да, это нужно анализировать свои риски постоянно, это налоговое планирование, налоговое, проверять правильность своих начислений и исчислений и проявлять должную осмотрительность. В общем, это три основы. Вот, вот это вот кратенько этап налоговой проверки, ну, всем он понятен, да, и вот в самом первом столбике вот там уже надо брать юриста, не когда уже получили акт, решение там, или собрались уже в суд идти, а когда налоговая только к вам постучалась, нанимайте юриста, и весь этот процесс вы можете пройти достойно, с минимальными потерями либо вообще без потерь. Ну, не в плюсе точно, но мы над этим работаем, вот, потому что не буду углубляться, потому почему, ну, вы все понимаете, просто я хочу обратить ваше внимание, как житель города нашего области, есть в нашем регионе там различные волшебники, которые, ну, они во всех регионах есть, ну, я просто за наш говорю, которые говорят, мы там сейчас порешаем все, ты как бы там отдай вот столько, а там потом как бы все будет нормально. Вот, в общем, не верьте волшебникам, это уже сейчас не работает. Это может быть работало года два-три еще назад у кого-то, ну, я не знаю у кого, честно, но, вот, доверяйте профессионалам, потому что налоговый контроль это очень серьезно, это очень ответственно, и от этого зависит, собственно, наличие вашего бизнеса. IT, либо какого-либо другого. Спасибо за внимание. Извиняюсь, что так кратко. Все очень насыщенно, и опять же, приватность – это привилегия. И теперь уже и для юридических лиц, в том числе. вопросы, комментарии. И для юридических лиц, и для юридических лиц, что в этом году это обеспечивается, что в этом году вы не сможете не заставить. В этом году это не значит, что это что-то, если вы не сможете выжать. И к Williampiece, обвинительного заключения специальность обминологии водится далее уже до этого дошло поведен здесь материал передаются передаются нарушения даже раньше а вот сзади женщина с микрофоном микрофон спасибо но не готова сейчас ответить но по логике вещей это наверное можно и обычную потому что как если она подключена если она в эфир того вещая то что вы делаете то но специальных каких-то разъяснений по этому поводу я пока не видела но в любом случае сигнал должен идти от руководителя потому что к сожалению да мы но просто мы своей практике часто сталкиваемся с тем что главный бухгалтер считает что он знает все и юрист на стадии подготовки документов когда ты налоговой проверки предоставляешь по требованию не нужен вот это страшно потому что дают такое что когда ты потом уже отписываешь хорошо если на акт ты отписываешь а не на решение суд вот то там просто ну ты думаешь ну где где вовсе были все эти люди когда собственно мы были нужны вот в чем проблема у и и и и и и и но автоматизированных систем для налогоплательщиков пока нет ну как бы тут я думаю целевая аудитория готова наверное уже к этому сигнала сигнал от клиента поступил вот но нет такого пока к сожалению но у нас предполагается еще пока на сегодняшний момент добросовестность налогоплательщика только бы но это так достаточно условно но к чему это я все говорю вы должны нет не для вас таких сервисов да но ничто не мешает налогоплательщику самому обеспечивать себе так скажем там белые контракты там где это возможно что это значит если ваш контрагент заинтересован заключение с вами договора там совершение сделки каких-то действий то поверьте мне если он нормальный он вам все что вы попросите он принесет если он не нормальный вы услышите про коммерческую тайну про там потеряли сожгли утопили там да мы вообще налоги все платили вот вам декларацию даже покажу то здесь но это вот очень все индивидуально но есть какие-то общие все равно императивы до которым надо следовать первое ты должен знать с кем ты заключаешь договор и к сожалению сейчас уже наверное лично должен знать ну как налоговая рассуждают и судьи как-то к этому более склонны хотя вот это полностью в корне противоречит тому по поводу чего мы сегодня здесь собрались да всем этим электронным взаимодействием сервисом и так далее когда мы можем находясь здесь заключая сделку в тайване нормальная ситуация но тем не менее и мы должны желательно проверить оплатит ли наш контрагент налоги ну просто вот предоставьте нам сверку хотя бы да там с бюджетом выписку как-то не знаю там пусть они вам не показывают цифры да там что у них как но нулев вот этот баланс там как-то ну чтобы вы увидели что проблем нет что они существуют находится по адресу где они находятся что директор он директор что у него есть полномочия заключать с вами договор это вот та самая гигиена да санитарная которая ну должна вы уже там умываетесь же по утрам то же самое перед совершением сделки нужно все документы собрать и убедиться в том что ваша сделка безопасна и 10 не только с точки зрения налоговых рисков но и с точки зрения гражданско-правовых рисков коммерческих да ну а в чем разница нет не должны ну если вам так будет спокойнее конечно лучше это собрать но как налоговая служба до рассуждает а зачем вообще в этой цепочке контрагентов у них что-то покупать покупайте на заводе ну есть такое есть такое мнение и также судь судьи так многозначительные кивают на эти доводы ну да действительно чего пошли там квасе кубкину там он перекупил там часть там на рынке там где-то украл там все у него купили а теперь хотите еще там если еще не дай бог на возмещение подать на деньги из бюджета получить вот а вот завод стоит а вы у них не покупаете они продаются скидками даже раньше говорили да там дорого то тут дешевле сейчас уже это тоже не принимается поэтому тут понятно что всю цепочку не проследишь но есть возможности есть идеи наработки как это делать ну конечно софта нет определенного ну это что я это 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 Продолжение следует...